всем доброе утро добрый день или добрый вечер сегодня третья часть серии выпусков прощения или правосудия и в этом выпуске мы постараемся с вами найти ответ на вопрос с чем обязательно связаны эти два понятия прощения и правосудия и мы рады тому что вам интересна эта тема где бы вы нас не слушали сегодня в ю тубе на платформе подкастов либо в соц сетях добро пожаловать и да вы на канале арим с вами руслан ирина андреевы и это подкаст библия читаем вместе и прежде чем мы приступим к сегодняшним местам писания давайте помолимся и попросим святого духа учить и наставлять нас отец во имя иисуса мы благодарим тебя за драгоценное слово которое ты нам дал заслужение святого духа которого ты послал в нашу жизнь и мы осознаем сами понять мы без тебя ничего не можем поэтому открывай наш ум к разумению писания учи и настав нас на всякую истину аминь аминь и первое место писания которое мы с вами сегодня откроем это книга бытие 2 глава и прочитаем с 15 по 17 стихи и взял господь бог человека и поселил его в саду едемском чтобы возделывать его и хранить его и заповедал господь бог человеку говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть а от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в который ты вкусишь от него смерть и умрешь и так кто-то может сказать ну что мы вернулись назад в прошлый раз мы уже грехопадение рассмотрели уже все состоялось человек уже согрешил а сейчас вдруг мы возвращаемся на начало где бог только говорит человеку заповедь в отношении дерева познания добра и зла да как раз в этом и суть потому что сегодня мы хотели бы чтобы вы могли увидеть что как понятие правосудие так и прощение напрямую связаны со словом божьим повторюсь еще раз когда мы с вами говорим о правосудии то она непосредственно связано с прежде озвученным словом если сравнить это даже с естественным миром прежде чем суд вступит в свое действие в начале должна быть утверждена конституция то есть в начале говорится какое-то слово утверждается какие-то законы и на основании уже этих законов затем суд может совершать свою деятельность давать оценку тому или иному человеку на основании чего на основании прежде утвержденных законов так вот возвращаясь в едемский сад нам важно увидеть что прежде чем в силу вступят такие понятия как прощение и правосудие прежде бог озвучивает и дает какое-то слово человеку что это было за слово мы прочитали об этом в шестнадцатом и в семнадцатом стихе господь заповедал человеку говоря от всякого дерева ты будешь есть от дерева познания добра и зла не ешь ибо в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь что мы здесь с вами можем увидеть уже в этом слове у этого слова есть две стороны будьте внимательны удерживайте перед собою эти три стиха посмотрите первая часть которая защищена этим словом она касается позиции человека которую бог описывает в пятнадцатом и шестнадцатом стихах я наделяю тебя властью я поставляю тебя в этом саду верховная позиция заботиться об этом саде возделывать его а лучше сказать руководить всем процессом возделывание в этом саде это власть передана тебе человек все животные в этом саду они будут внимать твоему голосу они будут выполнять твои приказы владыка над всей землей главный управитель в этом саду ты все деревья в этом саду они доступны для тебя ешь от них развивай ту совершенную жизнь в которую я ввел тебя но тут же у этого слова есть другая сторона которую мы читаем в семнадцатом стихе но вот дерево познание добра и зла и бог говорит не ешь от него потому что у этого действия будут вот какие последствия в день в который ты вкусишь от него смертью умрешь и так выделим у первой заповеди которую бог дает человеку мы можем увидеть две стороны можно сказать сторона благая для человека которая обеспечивает ему что позицию власти рост умножение обеспечение изобилие влияние и распространение по всей земле это слово обеспечивала человеку такую жизнь но тут же мы видим что если это слово будет нарушено то в силу вступит другая картина какая в твою жизнь придет смерть или если более точно древний еврейский перевод этого слова смертью он звучит в множественном числе то есть смертями умрешь самые разные разновидности уменьшения начнут разрушать то что у тебя есть до его полного опустошения вот это нам важно с вами отметить поставим на паузу и отложим в сторону вот этот тезис у слова божьего есть две стороны благая созидающая сторона и вторая сторона предупреждающая о возможных видах разрушения а теперь если мы вернемся к третьей главе когда мы читали с вами о грехопадении помните что когда бог пришел в едемский сад зная о том что человек уже сделал чего бог больше всего искал задавая вопросы адаму помогая ему прийти к чему мы увидели с вами он влечет помогает человеку прийти к осознанию греха и к помощи со стороны бога чтобы бог помог адаму решить этот вопрос какой же главный вопрос сейчас стоял на повестке дня в то время когда бог пришел в едемский сад а вопрос как раз касался вот этих стихов которые мы с вами выделили из 2 главы в частности 17 стих сейчас в едемском саду должна была вступить в силу вторая сторона божьего слова представляющая из себя что смерть приходящая на адама и еву почему да потому что бог в 17 стихе сказал вот какие последствия будут если ты приступишь нарушишь мое слово что это за последствия ты умрешь смерть придет в твою жизнь и сейчас здесь в едемском саду должен был как бы свершится суд и правосудие должно было быть приведено к проявлению в каком виде в виде исполнившегося слова божьего и кто-то может спросить но почему вот обязательно нужно было сделать именно так да потому что бог он не может нарушать свое собственное слово понимаете когда мы говорим с вами о боге как о нашем царе то нам важно выветрить из головы образ некого взбалмошного царя на которых мы насмотрели с вами в детстве когда нам показывали разные сказки в которых цари были такие прихотливые сегодня он хочет одно завтра он хочет второе послезавтра он хочет третье то есть в зависимости от настроения царь себя так и ведет и не важно что было вчера что он пообещал вчера вопрос как он себя чувствует сегодня и проблема когда такой образ скажем так царей сказочных у нас переносится на образ нашего бога как царя понимаете когда мы говорим с вами о боге как о царе то истинный его образ он берется исключительно из писания и его слово нам четко показывает вот эту характеристику бога что он будучи богом он сам себя поставил под отчетным своему же собственному слову то есть он сам себя поставил под власть своего собственного слова поэтому когда он нас призывает друзья к чему-то чтобы мы что-то исполняли он первый кто это исполняет давайте откроем псалом 138 и прочитаем 2 стих давид пишет поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего и на что здесь псалмопевец обращает внимание на то что бог свое слово поднял возвеличил выше всякого имени своего то есть божье слово бог поставил над самим собой он сам себя обязал быть послушным своему слову он первый кто является исполнителем своего же слова он первый кто производит суд даже над самим собой на основании своего же слова превыше всякого имени своего бог возвеличил свое слово поэтому вопрос величия божьего слова позиции божьего слова нам важно для себя утвердить она превыше даже позиции самого бога к чему это нас должно привести к тому что бог обязал себя быть исполнителем своего же слова хорошо отметили это отложим это в сторону поставим на паузу и снова вернемся к картине греха падения потому что если мы не рассматриваем ее во всех деталях то мы не поймем всю картину судебного процесса а кто у нас здесь задействован в этом первом преступлении в прежних выпусках мы с вами сказали что первый грех стал результатом чего взаимодействия союза первого общения которое происходит между человеком и падшим ангелом общение через которое человек приходит в единство с другим словом и в результате мы говорили он что делает он исполняет волю дьявола и когда мы с вами смотрим что человек вкушает от дерева познания добра и зла то мы можем назвать это по разному мы можем сказать это не послушание божьему слову второе мы можем назвать это это преступление перед богом который дал эту заповедь также мы можем сказать это результат послушание воли дьявола потому что напомним друзья что каждый человек обязательно взаимодействует с каким-то духовным миром и духовных мира у нас всего лишь два либо царство бога либо царство дьявола и когда мы говорим о том что человек послушен царству бога то есть богу значит автоматически в это время он не послушен царству дьявола точно так же это уравнение работает и наоборот когда человек становится послушным воле дьявола вы понимаете в этот момент он автоматически в этом вопросе становится непослушным воли бога ни один человек не может одновременно в одном и том же вопросе быть послушным и Богу, и дьяволу. То есть это есть выбор и решение, кому сейчас в этом вопросе конкретно я принимаю решение быть послушным. Почему мы сейчас вращаем вот эти два понятия? Потому что они неразрывны. Нарушение Слова Божьего напрямую связано с привидением воли дьявола к проявлению. Послушайте еще раз. Нарушение Слова Божьего, преступление Слова Бога, ставьте знак равенства, равно исполнению воли дьявола. Вы не можете отделить одно от другого. Они вроде бы одинаковые. Но если вы будете рассматривать непослушание Слову Божьему только через призму «человек и Бог», то так вам сложно будет видеть всю картину в целом. Потому что вы исключаете главного инициатора всякого непослушания. Поэтому, глядя на Адама, который сейчас нарушает Слово Божье, мы тут же должны видеть Адама, который приводит волю дьявола к проявлению. И эти понятия являются равнозначными. Это одно и то же. Всякое непослушание Слову Божьему равно исполнение, приведение воли дьявола к проявлению. Когда вы это видите, тогда вы понимаете, что вопрос Божьего правосудия, он касается не просто излияния своих негативных эмоций на человека, который сейчас плохо поступил. В отношении правосудия мы с вами должны видеть, что Бог реагирует на приведенную в этом мире к проявлению волю дьявола. Это уже результат. Это что-то, что человек ввел в систему жизни, что обрело разрушительную субстанцию и имеет внутри себя природу смерти, потому что ее автор таковой. Он человека-убийца от начала, и в его стратегии всегда содержатся эти три составные украсть, убить и погубить. Поэтому нам важно видеть Бога, который теперь, после того, как человек приводит волю дьявола на земле к проявлению, теперь же что-то должен с этим сделать, и первое, что он должен сделать со своей стороны, это произвести правосудие. Но когда мы вернемся к первому выпуску, то мы с вами вспомним, что Бог еще прежде создания мира понимал, что уклонение человека из его совершенной воли – это возможно. Он понимал, и поэтому он прежде создания мира предназначил идею Агнца как заместительной жертвы, давайте поймем это, которая является так же ничем иным, как правосудием Бога. Еще раз, заместительная жертва как раз является альтернативным правосудием, если так можно сказать, альтернативным правосудием Бога для спасения человека. Когда мы с вами смотрели на последние стихи третьей главы, где Бог приносит в жертву первых животных, проливается кровь, берутся кожи, из этих кож делаются одежды для Адама и Евы и одевают в них. И мы с вами сказали, что как раз здесь, уже в этом действии Бога, было продемонстрировано что? Было продемонстрировано правосудие, которое вот по какой модели совершается или предоставляется человеку. Смерть сейчас приходит не на Адама и Еву, она приходит на невиновных. Проливается кровь не Адама и Евы, а кого-то невиновных. Но вы же видите, правосудие тем не менее исполняется, совершается. Но это правосудие, чем становится для Адама и Евы? Становится шансом. Каким? Иметь снова возможность возвращаться, ходить к Богу в общение. Для чего? Чтобы иметь возможность творить Его волю, волю Божью в своей же жизни. Потому что ту волю, чью мы будем исполнять, зависит напрямую от того, с кем мы общаемся. Напомним, друзья, что общение – это всегда влияние. И невозможно с желанием исполнять волю Божью, если до этого мы не общались с Богом. Это необходимое условие. Когда человек общается с Богом, тогда в его сердце все больше и больше появляется это желание исполнять именно волю Бога, потому что он узнает Его как любовь, милующую, прощающую. Но как он это узнает? Через общение. Итак, что нам важно было увидеть с вами сегодня? Нам важно было увидеть взаимосвязь этих двух понятий – прощение и правосудие, которые вращаются именно вокруг Божьего Слова. И это должно было привести нас к тому, что, смотрите, прощение Бога мы не можем с вами рассматривать вне понятия правосудия. Посмотрите, как Бог даровал человеку вот это первое прощение с предоставлением возвращаться в общение. Можно ли было рассматривать вот эти кожаные одежды как некое прощение, которое человек мог использовать для того, чтобы ходить в общение с Богом через идею заместительной жертвы? Но этот вид прощения был напрямую связан с чем? С правосудием. Правосудием, которое совершил Бог именно в заместительной жертве. Почему для нас это так важно? Да потому что мы привыкли с вами рассматривать прощение вне правосудия. Прощение просто как форма интеллектуального решения. Просто «Ладно, прощаю». «Ладно, хорошо, я забуду». «Извиняю тебя». Нет, Божье прощение не может так строиться, потому что Он поставил свое слово превыше себя. Божье прощение напрямую связано с Его правосудием. Но Его альтернативное правосудие связано с заместительной жертвой. Это такое же правосудие. Это такая же справедливость, но которая является даром во спасение каждому человеку, который выходит из воли Божьей. Еще более детально мы будем рассматривать эти вопросы с вами в следующих выпусках. А на сегодня нам пора заканчивать. И, конечно же, нам интересно, что вы для себя увидели в этом нового или по-новому. Поэтому с радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. И, кстати, напомним, что когда вы делитесь своими мыслями в комментариях, то это также служит и другим людям, которые их читают. Поэтому даже этим уже вы можете сеять доброе семя для назидания других участников проекта. Поэтому добро пожаловать. Вы можете писать в Ютубе, в соцсетях или в чате Байбл, в Телеграм, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате, где вы можете поделиться этими самыми мыслями и откровениями, послушать назидания от других и расти вместе с нами в вере. Аминь. И давайте в завершении кратко поблагодарим Бога. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благость, за силу Твоего правосудия и за жертву Твоего Сына, за явление Твоего прощения к нам во Христе. Это значимо, это ценно для каждого из нас. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске. Услышимся. Всем благословений.